Всем привет! С вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме и пока еще в Каное. Сегодня у нас на обзоре дорогущий ресторан МИА. Здесь много разных вещей можно заказать. Мне интересно парочку попробовать, которые имеют аналог в стритфуде. Как это будет? То есть, действительно ли настолько дороже, насколько они сделают это вкуснее? Соответственно, несколько блюд таких, ну а несколько, естественно, лакшери интересных блюд. Ресторан, конечно, выглядит потрясающе. Отличная атмосфера. Все говорят по-английски. Никаких вопросов, чтобы объясниться. Меню тоже, естественно, английском. Что ж, полистав меню, уже сделали мы заказ. Все нормально, все хорошо. Несколько позиций. Меня искренне порадовало. Например, спрингроллы с крабом. Вот такой вот интересной конструкцией они подаются. Это, наверное, выглядит просто клапно. Ты, в частности, за этим в какие-то серьезные рестораны и заходишь. То есть, это должно быть презентация. Это должно быть красиво и интересно. Это прежде всего. По поводу же остальных блюд, да, выбрали, конечно же, которые и подороже. Но и обычные. Например, ту же самую бунча сравним. Потому что в обычном стритфуде она стоит около 50 тысяч донгов. А здесь сейчас скажу 175. Ну, как говорится, разница в цене налицо. Будет ли такая разница во вкусе? Вот первое блюдо уже и подоспело. Кстати, они молодцы. Они спросили, вам в какой очередности нести? Наверное, сначала что-то вот такого плана, а потом уже серьезные блюда. Да, я говорю, да, конечно, так и есть. То есть, не как, знаете ли, в их простых местах ты что-то сделал заказ и тебе давай метать все подряд. То есть, подождут, пока мы, значит, будем заканчивать с этим, будут приносить следующее. Это прекрасно, это замечательно. Что ж, вот эти крабики у нас, спринг-роллы, стоят 115 тысяч. Давайте потихоньку пробовать. Ну, меня постигло, скажем так, небольшое разочарование. Это такое впечатление, что тот самый краб, который ползает, пресноводный по рисовым полям, это первое из него делается, бунрио суп. Я надеялся все-таки на какого-то, знаете ли, более благородного, что ли, краба. И в остальном какой-то фарш, может быть, даже с рыбой вместе. Для местного вкуса, понятное дело, да. Я, может быть, уже просто хочу что-то другого, более нашего, знаете ли, камчатского какого-либо краба. Ну, хотя здесь тоже разных видов крабов довольно много. То есть, именно, чтобы ознакомиться с этим вот вкусом, да, это можно взять, конечно. Но хотелось бы, знаете, поблагородней, что ли. Вообще, вот мне понравилось. Я доел, значит, полностью эту штучку, как аппетайзер такой, очень даже неплохо. Действительно, ни на одного, потому что иначе это полноценное блюдо будет, и ты прям наешься. А вот пришел вдвоем, три штучки, хорошо, замечательно. Ну, либо втроем, каждый, чтобы разогрел себе аппетит. Очень даже неплохо. Блинчик с фаршем, с ароматом необычного краба, назовем так. Ну, Ром, у тебя какие вот ощущения? По вкусу один в один как беляш, мне понравилось. Ну, то есть, ты краба даже не особо так... Просто как беляш самый обычный съел. Ну, по крайней мере, краб здесь присутствует номинально. Вот тот самый вкус бунрил я почувствовал. Ну, соответственно, вот этот крабик и есть. Короче, блинчик с мясом хороший вкусный, правда? Нормально. Все в огонь. Ну, а вот уже и следующее более серьезное, экзотическое блюдо, можно сказать. Во-первых, отмечу подачу. Классно, здорово сделано. Вот эти вот спрингролики, сейчас скажу, из чего состоят, поданы на горячущих камушках. То есть, у тебя блюдо не остывает, соответственно, разложено все, что хочешь попробовать. Это у нас соус из маракуйи, дальше лапша, нарезанные овощички и местные травы. И еще нужно сказать, официант, когда приносит блюдо, он не просто поставил тебе его на стол и пожаловал приятного аппетита. Он тебе еще и рассказывает, где здесь что. В частности, я не знал, что это будет маракуйевый соус, но он мне вот все перечислил, где у тебя что. Ну, чтобы ты не потерялся. Блинчики же эти, ну или спрингролы, состоят из улиток и свинины. Интересное сочетание. Давайте попробуем. С маракуйевым-то еще соусом. Здесь, походу, чеснок, маракуйя и еще что-то. Ну, сейчас узнаем. Интересный соус. Сразу целиком. Это очень вкусно. Это сочный, абсолютно классный спрингрол, который внутри полностью мясной, который никакой сладостью, ничем вот этим не обладает. Приятнейший совершенно соус, нежный, дополнительно просто замечательно к нему подходит. Короче говоря, вот здесь вот снимаю шляпу. Это классно, это вкусно. А улиточки, которые среди мяса попадаются твердыми, такими интересными хрустящими кусочками, высший класс. Вот. Это ресторан. Это я понимаю. Еще и подогревается, держится тебе такое, спешить типа не надо. Отлично. Роман. Ну, и теперь хвалебные эпитеты от Ромы. Да, мне тоже очень понравилось. Похоже чем-то на то, что в стритфуде делают, где тоже вот фарш заворачивают, вот этот вот перечный лист, который на виноградный поход. По вкусу, ну, просто отлично. И похрустеть есть чем? И мясо сочное. Короче говоря, мое почтение. Едем далее. А вот уже подъезжают и на горячей тарелочке. Там на камушках, а здесь, значит, на тарелочке. Это у нас сом горячий. У нас, к сожалению, запись сейчас что-то там заглючила, а официант нам рассказывал, как, мол, это кушается. За что ему отдельное спасибо, потому что он говорит, есть два варианта поедания этого блюда. Первое. Вы берете, значит, лапши, сомика, какой-то травы и делаете спринг-ролл и сюда макаете. А можно делать, как говорится, все смешать сразу. То есть берешь лапши сюда положил, накрошил, значит, травы, положил сомика и залил сверху соусом. И тогда пробуешь. Мне второй вариант как-то ближе. Давайте замешивать. Все перемешав, пробуем. Само собой, разумеется, никаких костей. Это, господа, ресторанный уровень. Классно подобранные ингредиенты. Свежесть вот этого соуса, оно с укропчиком, там не перебивает ничего. Болгарский перец, классно пожарена, сочная рыба. Вот этот вот еще жареный лучок снизу с арахисом немножко. Главное, у меня, наверное, получилось смешать так, как нужно, потому что у меня ни один вкус не перебивает. Они все по очереди. Так как рыба довольно приличный кусок, она появляется в конце. Сначала у тебя травы-травы, лучок, интересный вкус соуса, потом рыба появилась. Она классно сделана, пожарена, жирная, сочная, отличная рыбеха. Короче говоря, вот, ну, ресторан бы пришли в хорошее место. Здесь умеют готовить, очевидно. У меня никаких вопросов, у меня претензий к этому блюду нет. Ну и цена, конечно же, под стать 255 тысяч за этого сомика. Но это у тебя одно блюдо уже на человека, соответственно, можно, конечно, и поделиться, никаких вопросов. Но мне кажется, вот, если тебе уже такое понравилось, то ты вот на ужин себе пришел, взял вот эту штуку, какой-нибудь напиток, там, смузи, и все. Вот ты поел прекрасный ужин. Потому что рыбы много, лапша, зелень, короче говоря, отлично. Роман, что ж, вот мы и отведали. Роман. Лично, что вот первый ресторан, когда мы были, у них надо отнять табличку Мишлена, плюс свой город. Я полностью согласен. Вот здесь должна быть рекомендация того самого Мишлена. Там тоже очень красиво. Есть прям очень хорошие, удачные блюда. Но парочка там что-то нам не очень понравилась, да? Здесь пока что... Обычно, а здесь они прямо вот с известками вкусные. Тут, кстати, что интересно, у них вот такая рекламка на столе стоит, у них есть время, где шеф с тобой готовит. Я не знаю, за деньги это или просто, но, соответственно, какой-то мастер-класс от шефа еще по определенным часам в день присутствует. Вот это тоже классно, ты зашел, посмотрел, и шеф тебе показал, какого-то замечательного, значит, сама на подушечке из лука, там, с арахисом все это дело готовит. И соусы, соусы, что интересно тоже. Ну, нас просили много раз показать какие-то соусы. Вот здесь вот соусы, прям вот отлично. Ну, а следующее у нас то самое стритфудное блюдо, которое мы пробовали в районе полтинника. Пунчат здесь стоит. Здесь где-нибудь появится, как оно выглядело в стритфуде, но здесь, сами видите, подача, опять же, замечательная. Лапша в отдельном горшочке. Официант у нас спросил, вы как хотите, шашлычки так грызть или, значит, смешать, как по классике положено? Я говорю, давайте, пожалуйста, смешайте. Он нам любезно все это снял, здесь чуть-чуть перемешал, ну, а мы теперь давайте пробовать. Ну, лапшу, наверное, помакать и попробовать с бульоном, а, соответственно, дальше тут мясо. Помимо тех кусочков грильных свинины, здесь еще плавает грильная котлета свиная из фарша и какой-то спринг-ролик. Для начала бульон с овощами и лапшой. Мясо-то попой еще. Сейчас зацеплю. Вкус, конечно же, похожий, то есть бульон делается примерно такой же, но по мясному наполнению здесь, конечно, на порядок. Это богаче и лучше. Грильная свинина класс. Нежесткая, достаточно мягкая шашлычок. Котлета. Котлета восхитительная. Замечательная текстура, мясо, сочность. Короче говоря, как мама дома с любовью приготовила. Спринг-ролл примерно то же самое, что и котлета, но небольшой дополнительный вкус имеет вот этот листик, в который обернуто. Ну и бульон тоже хорош. Никаких вопросов. Я никогда ничего против стрит-фуда не имел, но на мой взгляд, если захотелось попробовать ознакомиться с местными какими-то блюдами, то лучше сделать это, конечно же, в ресторане. Здесь вы получите настоящее удовольствие. Во-первых, от атмосферы. Во-вторых, от качества блюд. В-третьих, от количества. Здесь вот эту взял штуку и все. А там у тебя одна плошечка и так далее. Ну, короче говоря, это уровень. Отличный уровень, Роман. Ну, Роман, ты бунча уже много раз пробовал, соответственно, может даже авторитетнее меня можешь в этом плане заявить по качеству. Ну, я пробовал, наверное, ну, 3 или 4 раза. Чтобы я прям такой фанат ее был, нет, а здесь мне на уровень больше понравилось. То есть в стрит-фуде я такой прохожу мимо, ну, не вызывает аппетита, а здесь да. Да, это очень вкусно, это намного вкуснее любого стрит-фуда, что я пробовал. И вот, если взять большинство ресторанов, где мы были, которые себя позиционируют как лакшери, ну, ты там просто платишь больше денег, а получаешь еду точно такого же качества, как и везде. Или даже хуже бывало. Но здесь ты понимаешь, за что ты платишь. То есть ты заплатил больше, но при этом ты удовольствие получил и разочарованным вообще не останешься. Это, в принципе, как я много раз тоже говорил. Ребят, сделайте подороже, но положите побольше мяска. Здесь мясо объестся. Вот эти 2 шашлычка, 2 котлеты, 2 спринг-ролла. Лапши приличные, короче говоря. Никаких претензий. Соответственно, ознакомиться со стрит-фудом можно прекрасно в ресторане. Еще и больше удовольствия получите. Едем далее. Последнее вроде осталось. Ну и вот последнее на сегодня блюдо. Но, надеюсь, не последнее по вкусу, потому что это крайне интересная штука. Медленно приготовленная, ну, томленая курица с традиционными травами, которые используются в медицине. Здесь так и написано. Slow cooked chicken with traditional medicine. Соответственно, внизу подписка, что это с ароматами традиционных трав, которые используются в медицине. С добавлением грибов шитаки, семена лотоса, клейким рисом. Вот давайте и посмотрим, насколько долго томленная эта курочка. Попробуем развалить кусочки. Шитаки прекрасно. А, это, кстати, вот этот вот, как он там, финик, Ром, или как ты там называл-то его? Зизифус. Зизифус, да. Шитака есть. Что, одна шитака только? Зизифуса больше. Ну ладно. Ну, это прекрасно. А вот и семечки лотоса плавают внизу. Вот они. Давайте положим парочку кусочков. Шитаку. Кусок курочки. Семечки лотоса. И кусочек риса. Здесь внизу еще интересный бульон. Рис им пропитан. Вот если вот так вот зачерпнуть. О, да. Еще и соусы есть. Мы курочку потом отдельно еще с соусом попробуем. Для начала рис. Прекрасно сделан рис. Он очень вкусный. С куркумой. Ну, это, в общем-то, и по цвету видно, и на вкус чувствуется. Нет, к рису никаких претензий. Замечательно. Шитаки. Отличный, хрустящий грибочек приготовлен. Нормально, хорошо. Ну, и курочка с вот этими вот ленточками. Не знаю, из чего это. Ну, что-то типа корня лотоса или там кого-то еще. Курица на вкус замечательная. Я слишком большой кусочек съел, потому что все-таки это грудка, и она слуховата. И, следовательно, нужно дербанить на кусочки поменьше, макать вот в этот вот соус, или вот в эти вот все соусы. Очевидно, они для этого здесь и стоят. И тогда кушать. Тогда будет все нормально, хорошо, сухости такой не будет. То есть, это не так, что, знаешь, берешь и огромный кусок кусаешь. Тогда будет суховато. В целом, отличное, прекрасное блюдо. Стоит 175 тысяч. Давайте вот я как раз маленький кусочек какой-нибудь попробую с этим вот соусом. По крайней мере, он самый необычный. И чуть-чуть закусим этим красным сумасшествием. С орешками, с лотосом. И здесь грибочек, что ли, плавает? О, пишет так, маленько. Это, похоже, та же подливка, которую вот здесь используют. Ну, это замечательный соус. Прекрасный вкус, нежный семечек лотоса. Ну, как будто бы небольшая ореховость. Соответственно, вот эта подливка, она здесь тоже, кстати, использована. Ну, опять же, 38-й раз повторюсь. Это ресторан, ресторанное жидко. Что за соус? М-м-м. Это значительно более сладкая штука. На мой взгляд, хорошо, что есть, пусть будет. А, соответственно, я бы к мясу, наверное, не использовал. Ну, и слава богу, что они это не залились все сюда, а вот отдельно так подают. Остроты, несмотря на вид, вообще никакой. Не исключено, что этот соус приготовлен с той самой биксой анатовой. Потому что она соответствующий цвет дает и на аромат примерно похожа. Ну, это отлично, это ноты такой китайской традиционной кухни. Соответственно, не докопаться. Отличное, прекрасное блюдо. Ром. Ну, и вот мы с Ромкой все отведали, все по-всякому попробовали. Конкретно мой вердикт. Вкусно, здорово. Ну, курицу, грудки, понимаете, обескостите ножку, сделайте. Ну, было бы, на мой взгляд, тогда поприятнее. И не нужно там лонг, слоу, кукт, вот это все. Просто шикарно ее пожарьте и отлично. Пожалуй, это единственная претензия. Никаких претензий ни к соусу, ни к сыру, ни вот все остальное просто отлично. Ром. Ну, очень вкусно, мне прям понравилось, все ингредиенты между собой сочетаются. Соус отличный, что еще надо, я даже не знаю. Ну, то есть, ты даже не против того, что грудка как бы и ладно, и хорошо. Ну, потому что с этим все вместе ешь, и тоже нормально. Я грудку люблю, мне так понравилось. Ну, вот, так что это дело вкуса, как говорится. Что ж, господа, это место однозначно стоит того. Ну, и вот Ромка правильно сделал, он сразу же взял вот эту миску с куриным бульоном, да? Да. Ну, и как оно? Отличный бульон, как вот, когда болеешь, именно такой и хочется попить. Ну, потому что с традиционными медицинами. Кстати, ты заметил что-то из действительно такого необычного вкуса, ну, помимо зизифуса? Я что-то какого-то такого медицинского аромата ничего такого не заметил. Вроде тоже нет. Ну, то есть, травы и травы, нормальный, хороший набор вкусных каких-то трав. Чтобы, знаете, отдавало ароматам, как в больнице, нет. Что ж, можно сказать, Ханой радует, помимо действительно интересного стритфуда, куда можно и нужно заскакивать, интересных всяких улиц, огромного количества туристов, просто невероятного. Еще и хорошими ресторанами, куда можно зайти, ознакомиться и с национальными мясными блюдами, как то, которые в стритфуде готовят. Здесь и фошка, между прочим, тоже есть, и я уверен, Аня, у них тоже замечательная. Ну, потому что мы попробовали все блюда здесь, которые мы заказали, они отличные, они с красивой подачей. Они приготовлены профессионально, другими словами, это отличный, замечательный уровень. Если бы у меня был какой-то, знаете, собственный рейтинг каких-то ресторанов, которые бы я посещал, я бы смело сюда влепил бы пятерочку. Ну, а с вами был Константин, для подписчиков Костян. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok